вот передо мной дау вот он второй стих и но у меня есть замысел то есть я кое-что хочу сделать но для этого я с вами должен поговорить ну то есть я сейчас прочту и потом буду спрашивать ну что скажите а вы мне говорите что-нибудь и ничего не бойтесь так вот вы его даже может быть знаете я думаю но неважно так вот второй это второй стих то есть это второй параграф из дауды дзин когда все в поднебесной узнают что прекрасное является прекрасным появляется и безобразная когда все узнают что доброе является добром возникает и зло поэтому бытие и небытие порождают друг друга трудное и легкое создают друг друга длинное и короткое взаимно соотносятся высокое и низкое взаимно определяются звуки сливаясь приходят в гармонию предыдущие и последующие следуют друг за другом поэтому совершенно мудрый совершая дела предпочитает недеяние ну вот но остановлюсь не буду весь читать это где-то примерно половину мне достаточно господа вот но вот перескажите а вот как вы вот что вы слышите как вы думаете что вы мне скажете я хочу вас спровоцировать понятно потом скажу что я думаю ну вот так вот что вы думаете вот что здесь вот о чем здесь говорится или что нам вот этот человек сообщает лао цзы я имею ввиду но вы помните он хотел сбежать его поймали там на таможне или не знаю где и заставили написать так вот итак когда все в поднебесной узнают что прекрасное является прекрасным появляется и безобразное так вот я имею я и вот сейчас у меня лежит перед передо мной текст бодрияр почему все еще не исчезло вот вдумайтесь почему все еще не исчезло я сейчас прочту первые четыре строчки а потом я то ради чего собственно взял этот текст я имею прочту и попробую вам сказать почему я они заговорили хочу чтобы вы тоже знали почему потому что бодрияр относится к тем немногим в западной философии которые ну как бы двигались в том направлении в котором я предлагаю вам пройти со мной немного но немногие а очень-очень немногие ну так вот и вот текст такой вот послушайте меня бага бодрияр поговорим о мире из которого исчез человек интересно это что такое да забавно 10 я что да муху очень хочется поговорить ну давайте вот давайте вот себе вот такое вот такой помоделирую но подумаем и и поговорим а что это за мир будет и дальше он пишет ну бог с ним но поговорим о мире из которого исчез человек давайте поговорим начинает разговор это исчезновение исчезновение человека исчезновение человека а не истощение не затухание не уничтожение это исчезновение исчезновение не физический процесс не природное явление природное истощение ресурсов там вымирание видов это физика это природа и далее идет ради этого я читаю вот эти четыре строчки бодрияр пишет человек единственный вид единственный который изобрел особый способ исчезновения не имеющий не имеющий ничего общего с законами природа точка отлично мне нравится да я согласен не имеющий ничего общего он умеет он появился и нигде нет этого знака я появился вот я здесь вернее мы сейчас с вами устанавливаем эти знаки я вам на прошлом занятии я вам сказал скажите а кто посмотрел пещеру шаве никто никто не видел видел но я понял ладно хорошо не важно но не важно так вот я и хочу сказать что человек это единственный вид который вот я вам говорил в прошлый раз вот это шаве там или там другая или еще неизвестная это то место где рождался человек рождал он сам себя рождал и следы это наскальная живопись или вот эти вот эти странное так называемое какое-то искусство мы так называем этих малых форм вот здесь он учредил себя как это было я не знаю то есть ну можно догадываться я не не понимаю не понимаю что происходило тогда когда ты попал ситуацию удвоение мира когда тебя замучили галлюцинации когда ты раздвоился в этой своей раздвоенности мучительной возможно что я не знаю я говорю я возможно что это был способ избавиться от чего-то раздирая разрывающего не знаю вот этот на это тело потому что я вам говорил что тело не создана для мысли она не создана тело не создана для ума не создана и возможно и возможно вот эти вот видимо я не знаю сколько времени ушло на вот это попытку преодолеть вот это разделение раздвоенность вот эта жизнь между не знаю мире галлюцинации избавиться от них я думаю и возможно что это один из способов то есть объективировать то есть то есть нанести то есть вот и запередать возможно сбросить это бремя сбросить этот срыв эту боль преодолеть это не радость я только думаю что это никакая не радость так изобреталось чувство времени чувство самого себя ну я немножко говорил на эту тему прошлый раз так вот так вот и единственное что я могу сказать может быть вы это не знаете а может быть вы это знаете что даже сегодня существует так называемая сказкотерапия детям говори я нужно читать сказки и нужно читать сказки не в смысле вот как школьное задание там там давай ребенок быстренько а в вечеру например пригасил свет вот никуда не спеша не торопясь потому что потому что сказка сколько я понимаю и чтение она вполне может быть но я сейчас скажу так терапии то есть вот когда не было я это знаю вот когда еще была проблема с обезболивающим ну были разные способы сказка в том числе сказка в том числе чтение рассказывание помогало тебе преодолеть боль ну тебя там разрывающую сказкотерапия и сегодня существует и в университете есть ну я мы приглашали во всяком случае вот людей которые занимаются вот сказкотерапии на кафедру у нас они были вот рассказывали мы с ним беседовали вот там целое дело такое вот ну не важно то я только лишь говорю что мы с вами довольно странные существа господа вот и вот это было поэтому я не знаю вот не могу вам рассказать но я только лишь понимаю что вот эти пещеры слава богу что они открылись нам слава богу потому что иначе это полное это ничего не понятно ну немножко чуть 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 открылось и я только понимаю что вот это то там место где мы с вами родились не забежали как я вам говорю просто раз на миг там и убежали нет так вот а теперь вот я хочу вот теперь я вначале вам прочел о том что человек исчезает но исчезает не как природное существо он появился я вам сейчас говорю странно никто не понимает как вот я вот вам говорю в пещере ну единственное что более-менее проверяемо там кто-то был что-то они делали откуда это все взялось вот эти вот рисунки безумство одно так вот я лишь только прочту следующее вот вот бодрияр говорит тут идет сейчас цифровая это революция число цифра мир другой у нас эти гаджеты мы все такие умные то есть все такие оснащены вот этими аппаратами и он говорит нужно обратить внимание не на цифровую а на какую а на другую антропологическую революцию очень интересно очень интересно прямо противоположную нашей современной цифровой революции очень интересно вот мы с вами сейчас вот эти наши занятия мы с вами участвуем в этой антропологической революции я вам скажу так вот далее пишет бодрияр ее никогда не брали в расчет да вы знаете вот эта культура идет это греки их абсолютно не интересовало вот это существо под названием человек абсолютно они ничего не понимали так вот ее никогда не брали в расчет а если брали то так как-то в ересях моментально появлялась и исчезала и никаких следов не оставалось и что же это и что же это за революция такая идет фатриар говорит наконец стало понятно золотое правило неприкосновенное золотое правило двойственности в антропологии о чем я говорил вначале раздвоенность раздвоенность мы с вами сколько бы себя не сшивали не склеивали не делали мы с вами фундаментально раздвоенность причем причем не та раздвоенность античное тело душа ужасно грубо ужасно совершенно никуда не годится ну вот и далее не нужно углубляться в антропологию чтобы найти этот корень кого из русских вы знаете кто в девятнадцатом веке достоевский я понимаю что если вы читали двойника его вам могло не понравится там как то ну не понравится сочинение мы привыкли другие вещи читать удивительная вещь это отличная вещь двойник я имею ввиду достоевского мы с вами я потом почитаю я сейчас говорю ну я знаете что я к этому вернусь или записки из подполья потом он напишет пройдет время у него будет не успех провал ну поговорим потом с этим сочинением он напишет записки из подполья это гениальная вещь это гениальная вещь она небольшая прочтите так вот значит и так вот эта двойственность корень человеческого бытия и он этот корень повсюду согласен конечно он и тогда когда мы занимаемся искусственным интеллектом он его нужно чувствовать понимать и тогда я думаю будет видна какая-то перспектива и и ты не будешь так легко делать заявления там какие-нибудь вот мы сейчас тут соберемся и все сделаем так вот теперь я хочу обратить на трактовку слова нормальные нормальные он пишет человеческое бытие всегда существует в зависимости или в сопротивлении вот этого своей двойственности то есть ничто не является вот таким как полным неделимым во всем двойственность значит и нет нужды обращаться там психологии психоанализа или еще какой-то науки вообще странные странные образования они вообще пытаются примирить то что примирить нельзя ну найти какие-то вот такие вот вещи которые никому не интересны как будто бы которые выпадают за сферу вот этой раздвоенности так вот и я тогда значит все это все заложено в первичной двойственности человека здесь он и я с этим согласен черпает свою противодействующую энергию и силу здесь в этой корне в этой своей раздвоенности слепить сшить покончить так вот и далее я заканчиваю ну не буду более вот смотрите и вот в концов вот такая фраза ненормален сегодня тот кто живет не иначе это в дрель как в одностороннем в одностороннем и позитивном согласии с тем что он делает и кем является или попросту говоря кто нашел себя свою идентичность сейчас же есть такая проблема идентичности то есть то есть вот многие говорят об этом и не понимают что они говорят найти надо идентичность ты не нашел идентичность найди свою идентичность вот ты не идентифицировал ты слушай дальше подчинение полный досмотр это совершенно нормализованное бытие далее бесчисленные индивиды это про нас сплотившиеся в реальности в их собственной реальности сплотившиеся для чего сплотившиеся для постепенного изживания всех двойственных и неразрешимых качеств ничего себе то есть мы с вами вот сгрудились сплотились в социум не знаю во что для чего для изживания того человеческого что в нас есть для изживания вот этой двойственности мы хотим идентифицироваться мы хотим себя чтобы нас шил кто-то склеил мы хотим быть одномерными мы хотим быть однородными еще как еще можно сказать так вот и он говорит что ненормален тот кто пытается найти свою идентичность а нормален тот кто живет в своей раздвоенности и так дальше потому что вот эта вот попытка избавить изжить связана с тем что называется цифровой манипуляцией цифровая манипуляция не удастся пока мы есть мы будем раздвоены и вот даже тогда когда будем очень хотеть окончить это раздвоем значит сейчас же я только лишь скажу что я напомню что было в прошлый раз а в прошлый раз мы с вами начинали разбираться с вопросом об органическом интеллекте при этом я свел интеллект ну свел то есть выделил так не я первый это нормально при этом я свел интеллект к вычислительной или рассчитывающей его части если можно так сказать но почему это важно а важно это вот почему потому что ну мы же с вами понимаем мы с вами об этом говорили что жизнь это не вычислительный процесс что жизнь это не логический процесс а что это реальный абсурдный я вам говорю но если это абсурдный процесс то позвольте узнать а как его можно рассчитать как можно жить ну как как можно вообще вот его обжить вот эту жизнь вот эта проблема чтобы была понятна я уже не говорю о литературе это вы знаете литература и кавка и еще кто-то многие что-то пытались говорить на эту тему значит но известно что для этого вот для такого расчета живому организму нужно было протоптать или протоптать или вытаптывать тропу проделывать колею зачем чтобы вот по этой колее по этой тропе можно было двигаться можно было как бы двигаться жить вот в этой колее зачем двигаться чтобы умно двигаться при этом вот может быть колея она бывает четкой ясной выраженной или там или пластичной иными словами вот это колея как-то принято ее было называть еще со времен давних ну в европейской культуре во всяком случае потому что друг друга я не знаю было принято называть инстинктом или типом жизни так вот интеллект это нечто встроенное в инстинкт сам интеллект нигде не бегает его никто не видел интеллект это они бегают только в романах которые сейчас пытаются писать так вот нечто встроенное в инстинкт и не имеющие без него никакого смысла я вам рассказал об абсурде ну в прошлый раз и сослался на тертулиана и мы с вами сегодня знаем что значит фраза тертулиана веруй ибо абсурдно и я верую ибо абсурдно и я вам сказал почему нам мне это было важно потому что я сделал делаю вывод и я вам говорю что господа вот вера это такая штука очень важная может быть самый важный признак указывающий на то что есть то что мы называем сознанием веры потому что верой я скажу так многое учреждается из того что невозможно из того чего нет может даже не может быть вера вот это такая вот странная штука которая и тогда и сознание собственно для этого и нужно более того ну сознание я скажу что и более того и чувства это ведь не те чувства которые мы там или Дарвин там фиксировал вот бегают животные ну да что-то похожее одни радуются эти огорчаются ну мало-помалу потихонечку там ну вот вылупился и как-то человек там появился нет вот я решительный противник этих взглядов нет никакого отношения вера да когда я так говорю то я тогда буду говорить да мы мы диагноз поставили неверный мы подумали что разумный тот который говорит ну а раз говорит значит мычит а раз мычит значит кричит а раз кричит значит вообще все умные все у всех языки у пчел языки у овцы у них свой язык у коров свой ну всех свой язык ну и так что-то в таком духе какая-то глупая философия то есть я не знаю в смысле науки я не знаю чего этим достигается но и тогда вот вводится представление о чем разрыв должен быть молчание то есть то есть человек разумное существо не потому что говорит а почему а потому что молчит и я буду говорить тогда это единственное молчащее существо но молчание это не не пауза не прерыв в речи а из этого молчания рождается речь или язык можно еще ракциз это вот граница ну человеческого существования как ее можно сформулировать а ее можно сформулировать так ну я бы сказал например что если если невозможно молчать я сейчас пытаюсь ну вы наверняка знаете вот эту фразу из логико-философского трактата Витгенштейна этот трактат заканчивается в одной фразе она очень популярна все преподаватели ее очень любят ну вот студентам рассказывают ну и я вам рассказываю вот она о чем не вам да Витгенштейн говорит о чем невозможно говорить о том следует молчать а и почему я сказал потому что сейчас я вам говорю я я ее передал ей другое совершенно смысл я теперь говорю о чем невозможно молчать а о том следует говорить то есть молчание это то признак разумного существа а не речь это я поправил вот эту традицию которая идет из античности и до сих пор это вот сегодня язык 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 все дело в языке ну и так дальше так вот так вот так вот когда я сказал что вера это признак сознания то есть вот сейчас я еще вытащил еще один молчание ну я сказал что вот как это все объявить как это все можно описать и я вам прочитал что-то вроде абсурдного антропогенеза никакого антропогенеза я не знаю ну я прочитал потому что когда я говорю что я не знаю что происходило в пещере я не знаю вот ну вот люди каждый приходит со своими тащит за собой след того чем он занимается а я тащу свой след я более-менее знаком с философией там немножко и я свой тащу ну кто-то тащит другой и там в пещере находят вот здесь а вот там была и у них религия видимо вот там череп стоит на камне это наверняка они тут какие-то действия были череп медведя вот почему ну не знаю то есть я хочу сказать что то что здесь происходило я вам сказал то что здесь формировалось чувство времени я сказал то что когда я это говорю все удивляют думают что это какое-то что это что-то такое страшное удивительная вещь что вот как это вот человек учреждает время я бы ничего здесь удивительного нет ну единственно ну просто больше нет никакого измерения вы ищете то чего нельзя найти в этом мире протяженности или пространстве вот этой протяженной пространственности вообще вот в пространственном мире это невозможно это что-то другое мы мы так умеем делать а энергию нам для этого дает наша двойственность вот так вот я вам это сказал и сегодня если вы мне позволите я я забыл я вот сейчас вспомнил и сегодня я хотел вам и хотел вам напомнить оба вот по поводу вот кто понимал вот вы же знаете есть такой поэт мандельштам вот смотрите как я сегодня в сторону к поэтам захожу там еще в какую-то сторону вот мандельштам вот послушайте господа давайте я возьму вот эти восемь строчек его вот и сейчас вы поймете и особенно вторая половина вторая половина это по поводу того кто что понимает и и по поводу комментария к тому что я сказал об абсурде и об абсурдном антропогенезе вот если хотите вот эти стихи сейчас я их процитирую мандельштама это комментарии к абсурдному антропогенезу вот послушайте я думаю что это и шуберт на воде и моцарт в птичьем гамме и гёте свищущий на вьющейся тропе и гамлет мысливший пугливыми как смотрите как хорошо мысливший пугливыми шагами мы думаем там сейчас нейроны там мысливший шагами и хайдеггер говорится крестьянин идет вспахал поле и вот он идет и вот и он идет он он мысль он идет и под этой походке вот эти шаги я сейчас точно не процитирую вот он возвращается и он говорит да вот это дело мысли так вот и гамлет мысливший пугливыми шагами считали пульс толпы и верили толпе ну толпа это социум это и дальше быть может прежде губ уже родился шепот как это нам же губы вот мы же говорим гортань так устроена как вы можете без гортани и может быть быть может прежде губ уже родился шепот в этой пещере и в бездревесности кружились листы и как это а где что где вот это дерево где этот тополь и те кому мы посвящаем опыт до опыта приобрели черты до опыта слушайте ну я оставлю не буду это никак не комментировать потому что пусть мы дальше там сам отдувается за себя я лишь только вот напомнил и вот и все и далее занимаюсь дальше иду так вот другим делом так вот и вот все я это рассказал и затем я стал вам рассказывать что может быть хорошо устроены то есть мне нужно было поговорить о разумности вот ну я уже стал говорить вот язык признак разумности вот мы уже нашли замену с вами вот вы можете конечно поставить под сомнение это это правильно это нормально вот но что еще а еще я вам стал говорить и сейчас я хочу с этой темы продолжить можно говорить об умно устроенных например социальных машинах вот господа вот давайте так поставим вопрос сейчас я стал говорить к чему я клоню вы видимо понимаете я клоню вот к чему я я хочу оторвать ум вот от этой персоны от себя умный никому не нужен он себе не нужен зачем тебе твой ум тебя мало вот этого всего остального это твой этой двойственной и так дальше послушайте так вот теперь я хочу сказать что вот машина скажите хорошо если устроены социальные машины хорошо вот в европе чем она славна была ну и пока сегодня там хорошо работают социальные машины а что такое хорошо работающие социальные машины и я вам говорил уже на прошлом занятии что ну понимаете она не делит вот смотрите она очень толерантна она не делит людей на умных и глупых на одаренных и бездарных на жадных и и и там и как сказать и не жадных недели смотрите всем найдется свое место в этой машине для чего для того чтобы получать добро продукты какие-то ну полезные полезные вот полезные продукты вот социальная машина всех организовала и неважно умный ты или не умный занимай свое место и и а в итоге мы бы все было бы не получать добро смотрите а что делать в обществе которые плохо организованы социальным вот у нас плохо организованы социальные машины и я надеюсь что для вас это не открытие вот мы все пытаемся одним образом организовать вторым образом организовать третьим образом коммунистическим образом капиталистическим образом еще каким-то образом и что не делаем Не получается. Смотрите, нам кто нужен тогда? Есть машина, социальная работает плохо. Герой. Вот в России был такой Михайловский, это народовольцы, это такие революционеры, это интеллигент. Ну, вы тоже, наверное, интеллигенты. Ну, у него есть книга, она так называется, «Герой и толпа». Ну, так вот, значит, кто нам нужен? Герой. Нам нужны герои. Почему? А герой – это человек, который берёт на себя, самим собой, разрешает какие-то проблемы, проблемы, разрывы в этой социальной машине, он замещает с собой, берёт на себя, и делает всё то, что должна была делать машина, делает герой. Он герой труда, он герой науки, он герой чего? Лаборатории. Его не платят деньги, а он идёт и работает, потому что, не знаю, нужен герой. а если всё хорошо работает, герои не нужны. То есть, более того, я так сказал, ну, у нас герой, не нужно быть толерантным. Мужчина и женщина – какая разница? Нет различия. и вот эта манера быть взглядом из хорошо устроенной социальной машины, где совершенно не видно каких-то различий, они не нужны. Вот, например, ну, а если можно поставить животное? Ну, почему бы не поставить? Там на месте, где стоял человек. Поставили. Работает машина? Отлично! Это значит, животное тогда, это не животное, это просто социальное существо вот в этой оболочке коровы. И всё. А такой же гражданин? Её можно привезти в парламент, эту лошадь или что там, корову, абсолютно нормально. Почему? Это всё октанты, это всё однопорядковые объекты или там ещё какие-то есть вещи. Вот я хочу, чтобы вы поймали вот эту мысль. А вы знаете, вот господа студенты, вы знаете, вот как Кант рассуждал на эту тему? Сейчас я вам скажу. Вот он говорил примерно так. У него есть такая философия альс-оп. Как если бы? Как если бы? Ну, я вам уже это отчасти сказал. Ну, это имеет, и Кант имеет отношение, ну, Кант это всё-таки фигура, которая вот и хотела, и просила, и требовала, чтобы были построены хорошо социальные машины. Так вот, мало-помалу, пусть люди делают вид, неважна натура, неважна натура, кто ты, как ты там с собой распорядился. Все хороши, все пригодятся, и кровопийцы пригодятся. Я вам потом расскажу по этому поводу, фильм есть один, но вот все найдётся место. И самое главное, чтобы люди делали вид. Что значит быть цивилизованным? Нужно научиться правильно делать вид. Не быть, а делать вид. Вид, что ты хороший студент, а ты хороший преподаватель, а ты хороший, ну, умный, там, или добрый, умный, знающий, какой там ещё, честный, порядочный, или это неважно даже, неважно честный ты или порядочный. Главное, машина работает, даже если ты нечестный. Это неважно, она так устроена, что всем там найдётся место. Ну вот, и вот эта манера не видеть, не различать и не требовать ничего в натуре. Ну, в смысле, по существу. Ты можешь тогда жить, быть с человеком, который глуп, а ты можешь всю жизнь думать, что он умный, потому что он всю жизнь сделал вид, что он умный, что он философские книжки читает, там, и ещё что-то такое делает, и он как будто бы умный. Так вот, и я вам говорил, что природа, не только социум, и природа научилась, вот, не доверять некоторые вещи, ну, решению, там, вот, организма, наверное, надо сказать, или решению вида. Вот она так умно устраивала некие, такие биологические, что ли, практики, вот, создавала умно. И я вам говорю, чувство пола. Вот сейчас говорят, да зачем вам этот пол? Боже мой, там, женщины избавим от страданий, там, это будет нечто, вот, ну, что-то, там, не будем, это так нехорошо, вот, разделять, и так дальше. Не знаю. Так вот, я хочу сказать, что вот это давнишняя манера, давнишняя традиция европейской философии, двухтысячелетняя. И я заговорил о теории рефлексов. Я вам сказал, что, наверное, ума, во многих пунктах ума не надо человеку в нашей жизни, равно, как и сознание. Не нужно. Я хочу, чтобы вот это тоже таким, мотивом звучала мысль, что у нас еще проблема от того, что мы даже не очень понимаем, где оно нужно, когда оно может сгодиться, оно, сознание, или где ум может сгодиться, где он каузален. Хотя я уже вам говорил, что он каузален в творчестве. Ну, я так, ну, это вроде бы понятно. Так вот, что нам достаточно рефлексов, условных рефлексов. Ну, и я вам говорил, что давайте тогда отличим сигнал от знака. сигнал от знака. Понимая, что естественных знаков не бывает. И, как я вам говорил, я так думаю. Так думают немногие, почти никто так не думает. Но я так думаю, потому что для меня знак вообще это речевой знак. А поскольку это речевой знак, то нет одиноких знаков. Если знак, то два знака. Нужно. Ну, такая двоица, если уж на то пошло. Так вот, итак, отличим уже не символ от знака, а сигнал от знака. Павловский звонок для животного это сигнал, при котором жучка выделяет слюну. Но жучка выделяет слюну, а полкан скалит зубы. А сигнал один. Можно? Можно. Сигнал один. Жучка выделяет слюну, полкан скалит зубы, а шарик вообще не обращает никакого внимания на этот сигнал на этот звонок, подтверждая тем самым вывод Мерлапанти, что у сигнала самого по себе нет никакого значения. Но нет никакого значения и у знака. А сигнал это не знак, это не слово, это вещь. Среди других вещей. И одна вещь может заменять другую вещь. А знак, как я уже сказал, это речевой знак. И поэтому не нужно думать, что вот сейчас же есть био, вот многие биосемиотика, по-моему, то есть о знаках, о знаках рассуждают биологи, по-моему. Вот. Ну, бог с ним, пусть рассуждают. Ну вот, то, что сигнал это не знак, подтверждают и гуси. Значит, все, что я беру, это я беру из литературы. И гуси. Все знают, что гуси боятся сокола. Причем они его боятся не так, как боятся орла. Орел и сокол это два разных знака или сигнала. Это два разных сигнала. Чтобы это подтвердить, один сотрудник науки стал залезать на дерево, запуская с него искусственного сокола, буляшка. А поскольку гуси еще ничего не знали о симуляре, постольку они на муляж реагировали, как на соколы. В чем разница между гусем и эксионом? Эксионом, о котором я говорил. Между ними нет никакой разницы. У гусей нет сознания, а эксионом его потерял. Но у гусей был интеллект, расчет. Они недолго, они недолго реагировали на симулятор. Вскоре они стали реагировать на производящую причину, То есть на сотрудника науки. Как только он полезет на дерево, они сразу разбегаются. То есть гуси в сознании у них нет. То есть гуси реагируют на сотрудника, как на сигнал боевой тревоги, как на сокола, подтверждая тем самым вывод о том, что сигнал это не знак, что у сигнала нет никакого значения. Тем самым гуси превращали муляж сокола в пустой знак. Все дело в рефлексе, а не в понимании и не в нейронных сетях. Чтобы не сработал рефлекс, нужно убрать его спусковую причину. Чтобы убрать пусковой сигнал, нужен абсурд, как я вам сказал, или ультрапарадоксальная ситуация. И я вам говорил, что каждый день мы дважды раз, каждый раз, каждый человек два раза в день проходит через ситуацию абсурда. Один раз, когда мы засыпаем, а другой раз, когда мы просыпаемся. И я вам тут говорил о собаке, что если хотите устроить ей нервный срыв, то приучите ее сначала к определенному выгулу, режиму выгула, а потом через некоторое время, когда у нее выработается этот условный рефлекс, проигнорируйте его, посмотрите на собаку. Что она будет делать? Она начнет, допустим, зевать, чесаться, там еще, то есть появляется вот этот признак того, что она, у нее как бы расторможено то, что должно быть заторможено, заторможено, то, что должно быть расторможено. Так, если я правильно выражаю сейчас на языке, на котором принято говорить, видимо, в биологии. Еще возьму один пример, тоже я выбрал специально его для вас, это игра в войну между обезьянами. Обезьяны, как вы понимаете, любят играть в войну. Ну, мы тоже любим играть в войну, и они почему-то думают, что раз мы играем в войну, они играют в войну, то мы такие, как они, а они такие, как мы, но вот, а я вот все прихожу, и поскольку у меня нет толерантного отношения, вот то, поскольку я все начинаю делить, вот, а я начинаю делить, потому что меня это не устраивает. Так вот, возьмут, и так, как они играют в войну, возьмут обезьяны палки и наступают друг на друга, рычат, скалят зубы, размахивают палками, но не палки делают обезьян. Но не палки, я вам сказал, делают, не труд делает человека, не палки делают обезьян. Сблизившись, они затем убегают друг от друга и очень довольны, но если одна обезьяна, сколько я понимаю, стукнет другую палкой сильнее, чем это у них принято, тогда начинается настоящая драка. Что значит настоящая драка? Обезьяны бросают палки и начинают действовать конечностями. То есть палка для игры, зубы и прочее для жизни. Палка, конечно, эффективнее конечности обезьяны, но она не вписана в порядок ее инстинкта, сколько я понимаю. То есть если бы это было мне дозволено, я бы говорил, понимаете, вот здесь и я вижу совсем другую палку. Человек берется за палку, чтобы там произвести как больший урон своему противнику, а здесь бросают палки с тем, чтобы его царапать и не знаю, что там делать. Так вот, разумность поведения животных пытался доказать в своих опытах Келлер. Для этого он помещал обезьян в клетку. Перед клеткой висел банан. Достать его руками было невозможно. В клетке лежала палка. Обезьяна брала палку и притягивала к себе банан. Нормально. Если палка была короткой, то она соединяла ее с другой палкой, удлиняла. И больше того, это в одном варианте. В другом варианте она могла нагромождать одну вещь на другую, чтобы достать фрукты, подвешенные к потолку. Вот все это позволяет говорить о чем? О том, что у нее сознание, в смысле, или это обезьянный интеллект у нее работает. Вот все это позволяло Келлеру говорить об интеллекте обезьян. А некоторые в этом усматривали даже зародыш чисто человеческих форм разумного поведения у обезьян. Ну, понимаете, то есть какой у меня будет контраргумент? Это же не контраргумент, но если вы меня посадите в клетку, все будут действовать точно так же, как действовал обезьян. я возьму, мне нужен банан, есть палка, я возьму палку и буду этот банан доставать, естественно. Если мне мало палки, господи, ну, я также возьму какую-то там штуку, составлю, и вот этой составленной палкой опять достану. Чего ж тут? Итак, что здесь, значит, что же здесь происходит? то есть я в это, если меня я буду редуцирован. То есть сознание здесь ни при чем. Оно здесь ни при чем. Умею ли я читать Канта или не умею, знаю я античных и учреждаю я что-то, какие-то мысли или нет. К делу не относятся. Чего ты хотел, то вот и то ты и получил. И ты меня, конечно, можешь не использовать вместо обезьяны. Я вам буду брать палку и доставать эту, да, вот и все. То есть идет редукция. А что происходит тогда, когда с одной стороны сидит обезьяна, с другой стороны сидит человек, а между ними шахматы, они играют в шахматы. Да то же самое. Аж идет редукция какой-то возможности интеллектуальных действий. Ну, при этом надо еще научить. Правила есть, к сожалению, здесь есть правила. Или, например, посадят вот эту машину, ну, слева машина, там, будет играть, а справа будет играть там какой-то чемпион. Ну, то же самое. Вот, то же самое, что с клеткой обезьяни. То есть, там я редуцирован к интеллекту обезьяны, мы не равны, но у меня, слава Богу, хватает интеллекта сделать то же, что и она. Вот, а здесь, за этой доской, ну, то же самое. Редукция сознания здесь ни при чем. Как у бегуна на дистанцию ни при чем сознание я имею ввиду, то есть, она не дружная, так и у шахматиста она. И многое, что мы делаем, большая часть того, что мы делаем, сознание не нужно. Но не нужно говорить о том, что вот это вот такая мощная машина, у него такой интеллект. Ну, хорошая там, скорость большая, да, еще больше будет, пусть мгновенная будет там все прощено, это что? И ничего. Сделает свою работу. Ну, так вот, другое дело, что, вот, что нужно обсуждать, господа, как я думаю, что нужно обсуждать вот что. Что делать вот с тем, вот с этим, вот этой, с этим арифмометром, с этой машиной, которая не встроена в сознание. То есть, не ставит цели, естественно. Не учреждает чувства, это естественно, автоматически следует. И я скажу вам, никогда не будет ни строить, ни ставить цели, никогда. По философским сооружениям, по-моему, это просто не важно. Я могу и на кон ставить любые, все что угодно. Ну, вот. Так вот, что делать? Помните, как Киссингер? Вот что делать с тем, с этими, либо же просто понять, что это есть некое приложение к чему? К твоим действиям. Потому что, я повторяю, потому что есть интеллект, встроенный в инстинкт, и там возможны некоторые хитрости. да, согласен, интеллект будет хитрить, но из-за этих, этого оттенка встроенности, а этот ни во что не встроен. Вот в чем вопрос. У него нет колеи. И нет сознания. Дальше. И человеческий интеллект, ведь вы знаете, вот философия, это известно, еще такой работы не написано, но вот через год я попробую ее сделать, я хочу написать о тех хитростях, к которым прибегает человеческий разум. Хитрости разума или хитрости человеческого интеллекта. Вот связанная с тем, что есть фоном сознания, что мы пытаемся вытащить оттуда какой-то интеллект, сказать что-то человеческий и сделать вот что-то похожее. Но я повторяю, но вытащив, мы лишим его, мы лишимся многого суррогатных представлений, как скажет Гусар, хитрости разума под самых настоящих, способности суждения и прочих вещей. То есть много чего лишимся. И надо, и вот сегодня я понимаю, что надо все это выписать, собрать и предъявить народу, ну, с тем, чтобы понимали, что может быть в таком случае. Так вот, значит, итак, интеллект. Я думаю, что чем я отличаюсь в клетке от обезьяны в клетке с этим бананом, ну, из опыта Кеммера. В этой клетке достаточно интеллекта обезьяны. Здесь не нужно моего интеллекта. Ну, он мог бы пригодиться в каком-нибудь другом деле, но он, интеллект, не сознание. Но интеллект, который помещен в это облако. Ну, я буду говорить, как это сказать, я не знаю. Ну, все эти вот такие пространственные термины, хотя это повторяется неверно, из этого облака. Так вот, здесь, в этой клетке достаточно интеллекта обезьяны. Почему? Потому что это действие с бананом неопосредованно у меня соотношением к самому себе. Я вам сейчас скажу такую вещь. Вы этого, конечно, не знаете. Я сам это узнал недавно. Дело в том, что такое социальное отношение? Вот, послушайте меня. Вот я сказал, что это действие, в котором не требуется мое отношение к себе. а что это за отношение? А социум вообще устроен так, что ты в нем должен совершать действия, которые не завершаются твоим отношением к себе. И это социальное действие. Знаете, что такое социальное действие? Это действие, в котором повторяю, некое отношение полезное, важное, нужное, требуемое, не завершается твоим отношением к себе. Потому, что это будет человеческое действие. Вот этим завершением. социум, когда оно отрезано, а кто отрезает социум? Или тогда появляется качество. Ты кто? Я официант, а ты кто? Я преподаватель. Что мы сделали? Редукцию. К чему? Что мы говорим тогда, когда мы указываем? Потому, потому, что это алгоритмизуемая субъективность. Потому, что вот мое бытие в качестве, это я пересказываю один из параграфов Сартера. У него есть в книжке там, там есть много интересного. Там официант, там поведение гомосексуалиста, поведение там, господи, чего, влюбленного. У Сартера разбирается. Но не в этом дело. Значит, твое действие не завершается отношением к самому себе. И официант спрашивает, я кто? Я человек или нет? Вот всегда мы учили этот вопрос. Слушайте, я человек или нет? Вот посмотрите, я официант, я всего... И в этом есть смысл. Но этот смысл какой? Потому, что человеческое это когда завершается действие отношением к себе. Вот если я готовлюсь к занятиям и в этом алгоритмическом социальном поле, то это тоже не человеческое действие. Не человеческое. Не для чего... Простите, человека предназначенное. А для чего? Для чего угодно. Для алгоритма. И вместо меня придет алгоритм, будет вести спокойненько занятия, расскажет про что угодно, про Аристотеля, про Ницше, про Бодрияра, еще там про что-то и так дальше. Так вот, так вот, вот этого в клетке, вот этого действия не требуется. И в социуме не требуется. И тогда нужно себе представить, в какой кризис, какая антропологическая катастрофа происходит на наших глазах сегодня. Все это, мы думали, что это достижение, что это заслуга, я рабочий пятого класса, и это да, это верно, и ты профессор, ты там, да, оказывается, что самое главное, куда-то отрезано, удалено. Нужно сделать так, любые социальные действия, создавать условия для завершения этого, это твоим отношением к тебе. Нет этого завершения под вопрос. Это как то, место чего нужно занимать социальным алгоритмом, но не превращать человека в социальный алгоритм. Вот какая проблема, если она возникает и это, господа, и есть настоящая антропологическая катастрофа, должен я вам заметить. Ну вот, ну так вот, а интеллектуальные действия, ну, есть у животных, конечно, разумны, разумны, и действия бобра разумны, почему же они неразумны, он строит плотину, да, все правильно, вот тоже, и дятел разумен, ведь для того, чтобы раздал, раздал бить, если я правильно говорю, еловую шишку, он делает углубление, в которое вставляет эту шишку, но все это не требует сознания, все это не требует человеческого интеллекта, не требует вот этих суррогатных представлений, не требует пустых желаний, не требует невозможного, много чего, не требует каузальности разума, или сознания, я хочу так сказать еще, это просто работа интеллекта, встроенного в инстинкт, но тогда это не разум, это тип жизни, и понятно, что у любого органического существа есть модель поведения, ориентированная на прошлое, интеллектуальное поведение животного определяется не мыслью, не галлюцинациями, а зрительным полем в пространстве, знаете, как я скажу, в пространстве, а еще есть во времени, вот как здесь делать, и все, что выходит за рамки этого зрительного поля, животное не может включить в план своего действия. Потому что если бы оно вошло в этот план, то действие сразу бы стало действием во времени. Значит, что тогда, я скажу, никто не рождается разумным. Это не значит, что человек это тело, это значит, что не природа причина разума или сознания. Никто не рождается гражданином, это не значит, что мы звери, это значит, что не социум Неприрода – причина объединения людей, их бытия вместе. Никто не рождается с верой, но это не значит, что Бога нет. Это значит, что неприрода причиняет веру. Итог, что я скажу, и это, конечно, будет странным. Итог – неприрода – причина человека. И в данном случае мы гипотез не выдумываем. И вот мы попробуем посмотреть, как человек сам себя создает. И вот это создание началось в пещере, о которой я говорил. Вопрос. Вот разные материалисты, с которыми мы как бы спорим, они скажут, что вера и все такие и прочие не необходимые для выживания вещей, они же все равно способствуют тому, что человек объединяется в большую популяцию, она там кучу ресурсов закрепает и так далее. Ну как же, это же просто вот удачная мутация мозга, которая заставляется лучше выживать по факту. То есть, это тоже необходимо для выживания, это такой механизм. Ну вот, как вот с этим? Нет, я сейчас скажу. Понимаете, вот вы сейчас сказали, это утверждение, ну, материализм – это такая корзина мусорная. Ну, в смысле, ну, много корзины во всех смыслах есть. Но ведь у вас же тут еще пока не было... Вот что я хочу сказать? Обратите внимание, вы уже полагали о каком-то приспособлении. Я говорю, человек – это абсолютно неприспособительное существо. Смотрите, помните, я вам говорил, вот я еще раз обращаю ваше внимание на что. Я, когда к вам пришел, я вам что сказал? Посмотрите, без веры пока, оставим ее в покое. Сейчас я скажу, что там она объединяет, или как это объединяет, и что такое социум. Вот смотрите, я вам говорил, мозги – ну да, два придуманных, хорошая штука. Вот так, вот такой, вот так, видимо, природа что-то делала похожее на интеллект органический. Да, наверное, вот. Но, я вам говорил, но мозг – это продукт эволюции. Но сознание, природа ничего для него не предусмотрела. Вот если для вас мозг – это такой индикатор, вот вы там должны найти какой-то фрагмент, раздел, там, участок, точку, там... Нет, ничего нет. За мысли отвечают, за, там, не знаю. Значит, бог с ним – мозг – продукт эволюции. Я, чтобы не влезать в эти тонкости, он сказал – осознание. И я хотел, чтобы эту мысль поймали. А сознание – это совсем другая. Требуется взрыв галлюцинации, требуется пещера, и требуется взрыв, то есть вот этого раздвоенного существа, как я сказал. Раздвоенного в смысле, рассеченного своими галлюцинациями, который не знает, он не понимает, если же впервые, это впервые, что с этим делать, и как это, и вообще... Потому что запрещено галлюцинировать. Запрещено удваивать. Это противно жизни. Запрет. Нет, ни одно галлюцинирующее не должно выжить. Следовательный парадокс – каким образом вот это существо галлюцинирующее живёт? Вот вопрос, правильно поставленный. Ни палка создала человека, ни труд там, ни ещё что-то, ни социум там, и всё это. Ну вот, это раз. То есть, здесь нет речи к приспособлению, в этом нет никакой проблемы. Лучше всех приспособлен вирус, если это живое считать, или там инфузория туфелька, или там, я не знаю, что. Это лучше всех приспособлено. Нет проблемы. Да чепуха всё это. А я вам что тем самым сказал? Я вам сказал, что, на мой взгляд, не на Дарвина, не на… Как это думают биологи? На мой взгляд, теория эволюции Дарвина имеет только один смысл, с моей точки зрения. Этот смысл её стоит в том, чтобы наложить запрет. На что? На существование вот этих галлюцинирующих живых существ. Потому что органика, к сожалению, обладает… Ну, я так говорю, к сожалению, обладает вот этой дурацкой… Она спит. И бывает вот всякие… Сны видят сны. А мы видим сны не только ночью, но и днём. И что значит сны наяву? Ну, такой, знаете, человек, это сны наяву. Если вы не спите наяву, тогда проверяем на опытах. А, может быть, это не человек? Может быть, это… То есть, как? А вот так. То есть, и тогда я ставлю под вопрос Тьюринга, Айера. Вот эту всю англосаксонскую манеру, я поговорю о ней на следующий раз, англосаксонскую манеру выстраивать эти вот эксперименты, тесты. Чепуха полнейшая. Китайская комната – глупость величайшая. То есть, там задача-то простая, а понадуманы всякие ерунды. То есть, вы хотите узнать, где здесь человек? Ну, понятно. Потому что этот ток может ответить молчанием. Когда вы хотите отделаться от кого-то, надо поговорить о понимании. Что значит понимать? Понимать. Когда врач говорит больному, открой рот, больной врачу отвечает, открой рот. Он понимает? Ну, он повторил. Когда ему говорят, садись, он говорит, садись. Когда говорит собаке, садись, она садится. Она понимает? Когда ей можно... Много чего можно сделать дальше. То есть, оставлю, тоже потом поговорим. Я имею в виду, что теперь к вере. Значит, здесь я ставлю под сомнение вот эту идею приспосабливаемости. Вы знаете, с чего начинается человек? С дара. А вы с дара. Мы же ведь привыкли все к себе. Нет. А начинался с раздаривания. Вот проблема дара. Вот эта внешняя жизнь человеческая. Вот сейчас наша экономическая жизнь нас замучила. Мы же делали что-то не то. Не так. И делали две с половиной тысячи лет. Особенно последние пятьсот лет. А мы начинали с раздаривания. С дара. То есть, у нас наша жизнь, вот эта раздвоенная, начиналась с одной стороны, с наскальной живописи. Это внутренняя жизнь. А с другой стороны, с раздаривания, это внешняя жизнь. Ну, вот эта экономика. Вот она с чего. Какое приспосабливание. То есть, это вообще не, 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 сюда не. Приспосабливается вот это все там, что приспосабливается. Там не нужно сознание. Там все хорошо. Там все отлично. Там все работает. Природа умно устроена. Вот что я говорю. А этот глупо устроен. Читайте рилька. Надо вам рилькой почитать. Человек глупо устроен. Со своим этим сознанием. Он же все потерял. Для него нет места. Он безместный. Он неуместен. Господа. Есть разные способы объединения людей. Вот как нас сегодня можно объединить в одну группу? Вот я выставлю 100 долларов. И знаете, как мухи налетит народ. Вот сейчас же. Дайте. Группа. Если я выставлю миллион. Кошмар. Что начнется? То есть, что нас объединяет? Интерес. Да. Ты меня заинтересуй. Что мне интересно? А, зарплата. Деньги. Там еще что-то. Ладно. Хорошо. А что мы из себя представляем? Послушайте. А мы представляем. У нас есть центр под названием «Я». И мы вращаемся вокруг этого центра. Ладно. Хорошо. А что делать тогда, когда нет «Я»? Или «Я» смещено из центра? Или когда человек со смещенным из центра? Вот что такое человек в пещере? Это человек без «Я». Как их объединять? Или как объединять людей, если у него центр не «Я». Если «Я» смещено из центра, и нет вот этого вращения. Что их может объединить? Интерес? Никогда. Как это в России называлось? Вы знаете, это называлось... Вот, по-моему, Хомяков это называл собором. Вот есть слово «коллектив». Там интерес объединил. А он называл собор. Там любовь. Ну, у него была вот там Хомяков. То есть, что может объединить людей? Любовь. Любите. Но это трудно. Это невозможно. Как любить ближнего? Его можно только ненавидеть. Потому что он мешает. Любить можно дальнего. Вот там. Мы любим человечество. Вообще. А вот этого рядом, вот здесь. Это же невозможно. А? А тебе, говорит, любите. Ну, в смысле? Ну, это у Хомякова. Вот он говорил. Давайте будем называть собором. Вот когда преодолевают. Когда люди... А вера? Да, вера. Потому что вот эта вера и чувство Бога, это входит в сенсориум человека вообще. В сенсориум. Это чувство, без которого он не выживет. Не выживет. Потому что он это... Он рождает вот это объединение. Конечно. А что же? А вы думаете, что там? Да, конечно. Но его нужно родить. Это чувство было. Оно уже не с неба упало. Вот чтобы собрать не вот этот конгломерат, о котором говорил Бодрияр, когда люди пришли изживать свою двойственность и становиться профессионалами, социальными алгоритмами, попросту говоря. Вот исполняющими. Это материал, которым это все разрешается. Как их объединять? Вы знаете, вот вы говорите материалисты, материалисты... А настоящие материалисты... Ну, я имею в виду, это вроде Маркса, или там вроде Ленина. Это тоже материалисты. Они говорили так. Послушайте. Люди живут. Рабочие работают. Все должно быть у рабочих. Но у них нет сознания. Смотрите, как они, от они говорили. И нужно им привнести сознание. Вот мы, партия, группа, интеллигенты... Это дурацкое слово. Но в следующий раз я поговорю об интеллигентах. Мы им привнесем это сознание. Привнесли. И что? И весь 20 век что делала Россия? Сколько трупов? Сколько всего? Господи, свят, свят, свят. Ну, я имею в виду проблем. Сегодня продолжается то же самое. Что это такое? Вот это. Все привносятся. И сегодня привносится сознание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok